Беседа на утренней прогулке с его божественной милостью Ачеба Ктивидантой с вами Прабхупадой 7 марта 1974 года в Майяпуре. Все поймут. Это доказано. Мы едем в Африку, в Канаду, в Европу, в Америку. Все повторяют Харе Кришна. Это универсальный язык. Если юноша и девушка влюбляются друг в друга, им даже не нужен язык. Мой Гуру Махараш говорил так, предположим, вы оказались за рубежом. Вы не знаете языка местной страны, но если начнется пожар, вы сможете позвать на помощь, даже не зная языка. В начале британского правления в Индии не столь многие индийцы знали английский язык. И один чиновник работал в своем офисе. Прибежала обезьяна и разбросала офисные документы. После того, как обезьяну прогнали, чиновник начал собирать эти документы, а тем временем пришел его руководитель, англичанин, и спросил, что тут у вас происходит. И тот начал прыгать, он не смог ничего объяснить. Он начал прыгать и кричать, обезьяна, сэр, обезьяна. Ну хорошо, хорошо, я понял тебя. Чтобы сообщить что-то человеку, можно даже без языка это сделать, можно прыгать. Харе Кришна, Харе Кришна. И тот поймет. Говори, Бораджи. Хорошо? Говорит на хинде, Харе Кришна и танцуйте. Делайте так. Обрыв записи, чтобы строить четыре таких здания. Обрыв записи. Кришна принимал участие в политике. Какова его политика? Какова его социология? Какова его культура? Чтобы поддерживать меньшинство, которое стоит на стороне истины. Мы не говорим о меньшинстве. Он поддерживает правого человека. Кришна встал на сторону Махараджи Диштиры, а не на сторону Дурьодганы. В былые времена была монархия. Это совершенная политика. Демократия бесполезна. И это доказано. Один человек, царь, должен получить нужное образование, научиться тому, как править, понять, в чем цель правления, как способствовать культурному развитию людей. И что такое культура? Существовал совет ученых браминов и святых. И они советовали монарху, как править. Вот земля. Это земля? Да, мы как раз по ней идем. Обрыв записи. Королева Елизавета называет таких советников умными головами. Она встречается с ними, они советуют ей по разным политическим вопросам. Она называет их умными головами. И их возглавляет лорд Гудленд. Нет-нет, суть в том, что до тех пор, пока люди не станут сознавать Кришну, тот совет или этот совет все равно ситуацию не исправит. Прежде всего, люди должны знать, в чем состоит цель жизни, что такое культура, куда необходимо направить деятельность человечества. Люди, прежде всего, должны знать об этом. В противном случае, из огня до в полымя толку никакого. Именно это и происходит. Одна революция за другой, например, русские, они свергли царское правительство, устроили свое коммунистическое правительство путем революции. Тем не менее, они остаются несчастными. Они пытаются изменить ситуацию, устроив очередную революцию. Вот что происходит. Пунах, Пунаш, Чарвито, Чарвананам. В шастрах это называется желание пережеванного. Простая философия. Эта сторона навоза лучше, чем та сторона навоза. Все равно все это навоз. Та сторона лето, сухая сторона считается лучше, а влажная хуже. Но это не философия. Это не должен быть навоз. Это должно быть золото. Тогда это хорошо. Неважно, с какой стороны. А философия, которая гласит, что вот сухая сторона навозной лепешки лучше, чем влажная, никакого толку не принесет. Прежде всего, человеческое общество должно знать, в чем состоит цель жизни. Мы неотъемлемая частица Бога, Кришны, Вишну. Мы страдаем из-за того, что забыли о своих взаимоотношениях с Богом. Это причина всех наших страданий. У нас должен быть план, как восстановить наши утраченные взаимоотношения с Богом. В ведической литературе все есть. Там есть все указания. Например, когда мы оказываемся в опасности, мы обращаемся к какому-то ученому человеку, или к врачу, или к адвокату. Аналогично мы должны обращаться к ведической культуре, понять, насколько она совершенна. Тогда у нас все будет. Вам не нужно ничего выдумывать. И Бхагавадгита содержит суть всей ведической культуры. И наша проповедь состоит в том, чтобы установить истинный смысл Бхагавадгиты. В этом смысл движения сознания Кришны. Поэтому я спрашиваю, в чем заключалась политика Кришны. Кришна состояла в том, чтобы во главу мира поставить царя, который сознает Кришну, преданного Кришне. Такова политика Кришны. Он хотел заменить. Итак, первое, что нужно сделать, это заменить этих так называемых лидеров, демонов. Где эта земля? Эта земля? Мы уже прошли по ней. А, вы говорили. Я не хотел вас прервать. Вон она там. А где ребята с Варапананда? Возможно, они сейчас уже вернулись в храм. Дело в том, что на оформление разных участков требуется разное время. Я посылаю информацию. Вот об этой земле. Она отсюда начинается, идет вот до туда, где начинается ячмень. Здесь, у берега реки, 20 биг. А здесь 10 биг. Она более плодородна. Какая вам больше нравится? Какая возможно, как говорится, кто успел, тот и съел. Но организуйте. Пока вы здесь, организуйте что-то. А здесь что-то тоже продается? Это старое русло реки, не так ли? Обрыв записи. Поможет нам. Говорит она о Бенгале. Так что покупайте землю с этой стороны. Эта земля продается. Спасибо. Ага. Продолжение следует...